Достаточно небольшая книга, внутри, собственно говоря, вариант моей работы. То есть вот начинается, глава первая, идет в конце также приложение. На основе научной работы школьника целая книга. Десятиклассник Никита Татаринов изучил историю трудового лагеря на территории Тройского района, написал научную работу, вскоре труд школьника издали отдельным тиражом. Одно из направлений – это изучение калмыцкой трагедии. И у нас было очень много калмыков на территории нашего района. Один из них – это заслуженный деятель культуры калмыкии Иван Немгирович Басангов, который отбывал ссылку. И он очень заинтересовался нашей работой, он поддерживает связь с нашими краеведами. И попросил прислать работу Никиты ему ознакомиться. И вскоре нам сообщили, что наша работа издана отдельной брошюрой. Сама работа для меня достаточно интересна. То есть само собой поражает те условия, в которых жили заключенные. То есть условия очень тяжелые, буквально борьба за жизнь каждый день происходила. Это холод, это голод, какие-то болезни постоянные, антисанитария. И само вот это поражает, если узнавать эту тему, вдаваться. Совсем скоро Никита и еще 10 талантливых алтайских школьников представят свои научные работы по краеведению, физике, химии и другим областям науки на Всероссийском конкурсе имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В преддверии важного события в стенах классического вуза прошла предварительная защита будущих участников конкурса. За выступлениями наблюдали светило науки Алтайского края. Среди участников конкурса Алина Шерифулина. Школьница оценивала физико-химические показатели молока местных производителей. Иногда получилось так, что мы покупали молоко, у которого срок годности еще хорошее, еще его можно пить. Но когда открывали бутылку, через день, через два оно начинало скисать. Поэтому, возможно, нужно над упаковкой поработать, либо же транспортировать в правильных условиях. Победа во Всероссийском конкурсе имени Менделеева принесет школьникам не только дипломы и награды, но и поможет при поступлении в вуз. Пожалуй, это один из важнейших конкурсов, который включен в перечень определенных конкурсов, за которым могут добавляться баллы при поступлении. И, пожалуй, это хороший, положительный продукт, которым можно разместить в портфолио учащегося. Алтайские школьники уже 8 лет принимают участие во Всероссийском конкурсе имени Менделеева. Привозят золотые, серебряные, бронзовые медали. Этот год, уверены доктора и кандидат наук, не станет исключением. И старшеклассники достойно представят наш регион. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.